Итак, господа, в данном ролике рекламы не будет, потому что сама тема по себе прискорбная для ютуберов. Мы сегодня поговорим с вами про студию YouTube, а точнее про творческую студию YouTube, про всю ту попоболь, с которой сталкивается ютубер. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я бы хотел оставить отзыв о новой творческой студии YouTube. Первое, что хочу сказать, мне кажется, что они, наверное, поспешили, потому что очень радикально начали вводить какие-то новые компоненты, элементы. И людям приходилось постоянно нажимать, включить классическую творческую студию. Намучились, блин, и я сам намучился. Конечно, были костыли, которые позволяли включить еще старый YouTube. Старый YouTube был, во-первых, и легче, и удобнее. Сейчас появился новый геморрой. Нужно в роликах, в настройках выбирать еще ролик для детей или не для детей. Я уже привык. Ничего страшного в этом нет. Если вы включите для детей, насколько я помню, пропадет возможность писать комментарии. Что впервые начало нравиться, в конечных заставках, сейчас мы перейдем и вам покажу, появилась возможность импортировать. Ну вот, например, я беру, удаляю все отсюда, да, и есть возможность импортировать из другого видео, чтобы было гораздо проще. То есть я выбираю вот этот ролик и прямо из него все переносится. Также мне понравилась аналитика. Правда, получается такая фишка. Вот набрал ролик там 2000-3000 просмотров, да, потом бывает такой период, как бы просмотры забираются обратно, там около 1000, может 500 просмотров. И первое время ты боишься, что они не вернутся. То есть происходит своеобразный перерасчет. Потом-то они возвращаются спустя 18 часов. Короче, первое время у меня от этого бомбило. Также есть вот такая жесть, называется редактор. Он крайне неудобен. Я не знаю, как на нем вообще что-то либо редактировать. Чаще всего и скорее всего вы испортите ролик этим редакторам. Лучше им не пользоваться, пока они выложат нормальную инструкцию. Далее, если у вас два канала и вам нужно переключиться на второй канал. Раньше можно было все это делать очень просто. Смотрите, возвращаемся к классическому виду. Нажимаем настроить вид канала. Вот старый наш ютубчик. Нажимали вот сюда и выбирали второй канал. Ну и обратно. Все просто. В скором времени эту возможность уберут. Как переключаться между каналами, я уже не знаю. Надо будет разбираться. Также большая путаница с настройками плейлистов. То есть, если вам нужно что-то либо добавить в плейлист, переместить, создать новый плейлист, вам тоже приходится все время перемещаться между старым видом ютуба и новым. То есть, сейчас у нас новый ютуб. Вы видите создать плейлист? Я тоже не вижу. Для этого нужно нажать настройки вид канала. Нажимаем сюда и есть такая кнопочка. И потом вы создаете новый плейлист. Прописывайте слова, по которым будут автоматически ролики добавляться в плейлист. И вот они грозятся все поменять и до сих пор ничего не доделано. Ну а добавление роликов это вообще отдельная жесть. Очень неудобная. То есть, ты выбираешь файл в одном окошке, потом следующее окошко, в следующий. Таких окошек 3-4. Если ты переходишь в классическую версию, да? Тут все в одном. Вот ты загрузил ролик, появляется список. Быстро все прописал и все. В одном окошке. Все удобно. А не в 3 или 4. Вот такие вот пироги. Притом я знаю, что ходят слухи, что некоторые каналы даже закрылись по причине того, что люди элементарно не могли работать и их бесило все. Мне говорили, что есть такой ютубер-инквизитор Махоун, очень озлобленный такой злой человек. Так вот, он свой первый канал, там было 50 тысяч человек, закрыл по причине того, что у него как раз были проблемы с творческой студией. Насколько это правда, я не знаю. Он свои ролики с того канала все потер. Напишите, если знаете еще какие-то случаи, будет довольно интересно. Пока меня классическая студия выручает, я очень надеюсь, что они все допили до нормального состояния. Я понимаю, что они гонятся за этим современным интерфейсом. Слава богу, что есть еще возможность включить классические. Я бы его назвал маленьким. В нем все очень маленькое, все везде влазит. Маленькие шрифты, миниатюрочки. А там все такое гигантское, как они называют, минималистическое. Оно минималистическое, потому что там ничего в принципе не может влезть. Радует, что начали появляться какие-то действительно удобные фишки. Их немного пока. Надеюсь, будет больше. Вот, короче, я поплакался немного, поныл. Но, как говорится, никуда мы не денемся. Будем привыкать и к этому. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Если вы, как я, любите играть в Майнкрафт, добро пожаловать на наш сервер Дудукрафт. Версия 1.15.2. На сервере мы провели интересный эксперимент. Например, мы убрали креатив. Вместо этого мы разделили пользователей игроков на две группы. То есть будут строители и обычные игроки, которые будут играть в выживание. Довольно удобная, интересная вещь. Это уже принесло свои плоды. И на сервере огромное количество очень красивых зданий. Сервер имеет синхронизацию с дискордом. Поэтому у нас совместный соединенный чат. Играть будет нелегко. Постоянные битвы. Сложность тоже не слабенькая. Поэтому готовьтесь к битве. И заготавливайте драгоценные металлы. Сам я лично играю на сервере. Сервер без всяческих випов. Очень качественная модерация. Поэтому гриферинг сведен практически к нулю. Заходите, будем вместе играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин